В советские времена в нашей стране женщин, родивших и воспитавших 7 и более детей, награждали орденом «Материнская слава». В современной России есть его аналог – орден «Родительская слава». Кроме того, регионы имеют право устанавливать собственные формы признания родительских заслуг. В Чувашии появится новая награда «Оне» – почетный знак «Материнская слава». Положение о нем обсудили сегодня на заседании Кабинета министров. В конкурсе на разработку почетного знака «Материнская слава» лучшим признан эскиз Игоря Андреева, члена Союза художников Чувашии. Его проект уже получил одобрение Геральдического совета России. Основа знака «Косой крест» принятая в государственных символах республики Чувашская восьмиконечная звезда. В Геральдике «Косой крест» с восьмю лучами позволяет сохранить преемственность наградной системе Чувашской республики и сделать знак узнаваемым среди подобных наград других регионов. Знаком «Ане» будут награждать матерей, которые воспитывают пять и более детей. Сегодня таких семей в республике более семисотен. Стоит отметить, что в целом в регионе улучшается демографическая ситуация. За последние пять лет число многодетных семей увеличилось в полтора раза. «Мы, принимая вот этот проект документа, тоже ощущаем свою ответственность перед нашими материами, перед многодетными семьями. Это очень важно». Обсудили и другие вопросы. Способствовать развитию строительной отрасли призвана госпрограмма, предложенная Минстроем Республики. В ней определены приоритеты государственной политики, собственно, градостроение, снятие административных барьеров, кадровое обеспечение отрасли, развитие производства стройматериалов и индустриального домостроения. «Финансовая реализация программы предусматривается в три этапа. Всего финансовое обеспечение программы составляет 3,830,000,000 рублей. Здесь в основном сумма – это все небюджетные источники». Еще одна программа – содействие занятости населения. По ней к 2036 году планируется снижение уровня безработицы до 3,5% в среднем за год. Цель государственной программы – это создание правовых и экономических условий, способствующих эффективному развитию рынка труда. И для достижения целей необходимо решить следующие конкретные задачи – это обеспечение реализации права граждан на защиту от безработицы, повышение эффективности регулирования процесса использования трудовых ресурсов, обеспечение защиты трудовых прав и внедрение культуры безопасного труда. На заседании обсудили и контрольные цифры программы «Доступная среда». Планируется, что к 2036 году 90% объектов будут доступны для инвалидов и на столько же процентов увеличится доля семей, включенных в программу «Ранние помощи». Ирина Волкова, Мальвина Петрова, Борис Андреев, Республика.